В Олимпийском парке повсюду напоминание о скором старте в Формула-1. Но накануне Эмеризинская бухта жила хоккеем. Большой впитывай в сезоне собрал аншлаг, а почувствовать себя хоккеистом мог любой гость. Зимняя игра номер один продолжает покорять самый летний город России. На детском турнире все по-взрослому, по стандартам КХЛ. От церемонии открытия до строгости арбитров. В будущем наверняка за Кубок Газпромнефти будут биться и сочинские ребята. А пока в соревнованиях участвуют 26 команд из пяти стран. И это рекорд за 10-летнюю историю турнира. Такие турниры как раз создают базу, платформу для того, чтобы работала устойчивая вертикаль. Когда от детского клуба через молодежную хоккейную лигу, через теперь премьер-лигу и континентальную хоккейную лигу мы могли получить очень такой надежный, продуманный, устойчивый карьерный лифт, в котором мы могли воспитать лучших российских игроков, которыми гордилась бы наша страна. Подобно взрослой лиге, команды разделены на группы «Восток» и «Запад». «Восток» традиционно играет в Омске, а «Сочи» принимает «Западную» группу впервые. Турнир в таких условиях, в таких замечательных, и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения содействия местных властей, мы хотим еще раз сказать спасибо и мэру Сочи, и губернатору края, пока мы не проводили, пока мы удушевлены тем, что как-то происходит. Зарядиться энергией юных спортсменов и засвидетельствовать старания будущих звезд хоккея можно совершенно бесплатно в 20 спорта «Большой». Решающие матчи за путевку в суперфинал Кубка «Газпромнефти» пройдут завтра, 22 апреля. Главный трофей будет разыгран в Омске в воскресенье. Крилл Лемех, Антон Куляпин. Телекомпания «ФКТ». АПЛОДИСМЕНТЫ